Ну что, дорогие друзья, парикмахерские по-прежнему закрыты, а Локо Онлайн продолжает и продолжает выходить в эфир. И на очереди у нас замечательный герой Гилермы. Старый, новый, наш любимый Гилерма, просто новый номер, мы его тут замажем. Итак, ждем, что Гилер подойдет к телефону. Гилеречка, дорогой. Я понимаю, я тоже. Гилер, я уже в квартире езды. Мне все ездят только день, как Телесмол. Гилер, можешь я помогать там? Давай, конечно. Ну, видите, друзья, у нас всегда максимально честные разговоры, незапланированные. Поэтому прям звоним, прям мешаем, Гилер. Гилер, чем занят? Что, брат? Брат, что делаешь? Я сижу дома, смотрю, чем знак Португалии. Какой? Старое что-то или что? Старое, да. А как в Бразилии с футболом? Там, как и здесь. Ну, вот сейчас стало известно, вот буквально, что... Все остановились уже. Ну, вот немцы сказали, что они будут продолжать 16 мая. Французы не будут, голландцы не будут. А как в Бразилии? Бразилия будет тоже. Государцы за... За что, типа, продолжают играть. Угу. Они хотят уже начинать через, не знаю, 2-3 недели. Угу. А как там вообще в стране ситуация? Ну, ситуация тоже там, там все коллапсат. Типа, там очень плохая ситуация, потому что каждый день сейчас я смотрю, умирает, где-то... Ой. Но... Ну, где-то очень много. Много, да, да. Я смотрю сегодня, я забыл, сколько, но... Больше 2 тысячи человек каждый день играют. Слушай, вот... И как в этой ситуации играть в футбол? То есть для меня главный вопрос. Если вдруг у кого-то из футболистов, не дай бог, будет найден коронавирус, то что делать тогда? Команда же, по идее, должна сесть на карантин. Я вот этого не понимаю. Мое мнение, типа... Это... Не все хотят играть, да? Но самое главное сейчас, это они не играют. Это вы здоровы у всех. И... Если я буду говорить здесь, чтобы... Ну, микрофин играет, давай возвращаем играть в футбол, это вообще эфтика, вообще ноль. Да, вот не хватает. Потому что это сейчас очень важно, чтобы все... Ну, здоровы. Самое главное. Это очень опасно все. Это не шутка. Это серьезные болезни, которые... Видишь, сколько людей уже умирал в мире за это болезнь. Да. Поэтому... Я думаю, это... Самый валют сейчас, это не попрощает играть в футбол. Понятно, что здесь могут быть интересы, да? Все клубы хоть заработали деньги, но... Я думаю, надо... Не знаю, это сложно считаться очень. Ну, а в команде вы обсуждаете этот вопрос как-то? Ну, в команде... Ну... Все хотят вопрошать в игровацию, да? Все уже устали. Сидит коррекин в дом. Ну, а что делаем? Мы ничего не можем сделать, кроме ждите, чтобы... Ну, руководство РФС или государство будет решить, чтобы... Камей. Ну, да. Тут УЕФА дали рекомендации, а дальше национальные федерации должны решить относительно того, какая ситуация будет в стране. Это уже от власти. То есть, если власть скажет нам сидеть дома на карантине, тренировки, понятно, игры невозможны, да? Ну, да. Еще здесь в России поздно все начинал, да? Чем в Иерусе. Поэтому здесь, я считаю, я думаю, что еще долго будет. Не скоро. Все закончу. Ты устал дома сидеть? Ну, конечно. Ты честно соблюдаешь карантин? А? Ты честно соблюдаешь карантин? Ну, да. Я стараюсь. Я вообще не уезжаю дома, я просто когда в магазине. Либо иногда, ну, несколько друзей, которые шли вот за годом на даче, я несколько раз в гости проехал, но сами я почти 10 дней дома сидю. Дома я вижу тебя за тобой. Убери руку. Там велосипед стоит, да? Да. Покажи, что у тебя еще есть. В инстаграме показываются какие-то крутые, яркие штуки, которые зажигаются на реакцию. Да, у меня там внизу есть все аппарат, который использует, работает. Я здесь сижу в гостини, да, телевизор смотрю. А там внизу у меня все есть, резинка, пошелы, мяч, шарик, чтобы... Там есть аппарат, который сейчас зажигал, преработанная реакция. Но мы импровизируем как мы можем, как... Ты должен, я знаю, придумать. И сегодня после карантина много кто-то заниматься, да, дома. И появилось много нового прощения, которое Юкин придумал об этом. И мы старались. Я стараюсь всегда следить за это все, чтобы... Я тоже могу это все заниматься здесь, дома. А ты с кем упражнений ищешь? С Зауром, с другими, с Антоном, с Никитой или как? Нет, честно, я много интернета нашел. Я иногда нашел новое предложение, которое в Америке все ботские полиции пользуют. И ты скачаешь это предложение в iPad, либо в iPhone, и ты можешь там работать в D-Access, ты можешь там симулировать, типа как там кон есть, знаешь? Да. И ты должен выглядеть вот кон, ты можешь дольше прыгать. Ага. Там много... Я скоро буду это вкладывать на мой стакан, чтобы все понятно. Но это очень круто предложение, и я очень часто пользуюсь, каждый день пошли. Ну ты Антоном с Никитой скинь или ты конкурентов устраняешь так? Да, я... Нет, ты знаешь, я хочу... Я что не скинь, я хочу вкладывать в Инстаграм, чтобы все это видят. И кто-то хочет, можно сказать, кто-то хочет, пожалуйста. И ты прям что, каждый день занимаешься? Каждый день. Я три раза, типа три дня подряд, один выходной. Такой цикл, да. И поскольку часа полтора? Часа полтора, два, сколько занятия? Два часа, два, десять. Вот так. А, слушай, болельщики спрашивают, помнишь, рассказывали о какой-то крутой пушке, из которой вещи вылетают, которую Заур вроде как и захотел для вас. Она в итоге есть у вас на базе или у тебя дома? Да, на базе есть. На базе есть, но у меня спели еще поздно. А ты домой не думал здесь? Как только не доставили, потому что у нас спидели в карантин. Слушай, ну я смотрю, ты тоже оброс, да? Да. Блин, кепка, вот кепка, кстати, хорошая идея. Ну, кепка, потому что... Я понимаю, я тоже работаю. Я сегодня, да, сегодня приедет, в месяц пострыг в голову. Брат, ну ты там аккуратно, в перчатках там... Нет, это доверяет. Доверяет? Доверяет знакомый человек, да, который уже давно не поздравил. А вообще, насколько у тебя вот такой узкий круг доверия, кто периодически может с тебя в гости ездит к тебе? Ну, это друзья-призисы, которые у меня есть здесь, в России. Я знаю, что они сидят там в поле. И что ты вообще делаешь? Хорошо, ты позанимался пару часов. Ну, знаешь, мой родитель. Я тебе говорю, мой родитель. Родитель мой. Просыпаюсь в 9.30, и еще лежу, смотрю новость. Около 1.30 я позавтракаю и начинаю заниматься спортом на 2 часа. Сейчас 3-2 часа. И после, когда я занимаюсь, я вот, ну, чуть-чуть в сауну, просто, ну, релакс, восстановление. И потом я обедаю. Так, обедаю как ужина, уже 5 часов примерно. И потом кино. Ну... И чуть вино. Вино? Ну, бокал вино, обязательно, да. Слушай, меня прямо удивил, не знаю. Я почему-то первый раз так откровенно футболист говорит, ну да, я вот иногда бокал выпью. Ну, как-то так. Ну, честно. Ну, это полезно, что... Ну, бокал вино... Ну, не знаю. Я не каждый день, конечно. Говорят, что рекомендовали бокал вино. Но я... Я каждый день пью вино. Ну, ладно. Ну, да, нет, на самом деле. А про фильмы расскажи. Фильм? Да. Стих. Я сейчас смотрю серию, да, Лесе. Мако черных. Я тоже недавно смотрю, очень приятный серий. Русский серий, сериал. Какой? Это Каус-центр. Каус-центр, я русский не смотрю сериал, брат. Это Каус-центр. Просто смотри. Чего, понравилось? Ну, да. Он такой... Чужой, но... А о чем там? Круто. Ну, там они, типа... Осты, как скажем... Ребята работают в каком-то обществе. Семь-центр, да? Да. И... И... Потом они поймали, как... Ты называешь заложники? Да. Вот. И все там сидит долго и... И... Слушай, ну заманчиво. А? Интересно звучит. Да, да. Интересно. Надо посмотреть. А ты смотрел с заложниками испанские Ла Кассо де Папель? Конечно смотрел. Это топ. Это топ. Топ, топ, топ. Мне даже обидно. Я еще три года назад посмотрел первые, а только сейчас, когда Netflix купил, все увидели, какие испанцы молодцы. Да, да. Это очень-очень круто сериал. Круто. Я думаю, это самое лучшее, которое я уже смотрел. Да? Насколько? Да. Для меня, да. А еще что посоветуешь? Еще что? Ну и фильмы, и сериалы. Ну, давай. Вот по сериалам, например. Для меня топ-3, это тоже Ла Кассо де Папель, Брейкин Бэт и Призен Брейк старый. Побег. Помнишь, нет? Призен Брейк я начал смотреть недавно, но я смотрел первые три серии. Ага. И я уже все, не смотрю больше. Надо продолжать. Он держит напряжение так же все время, каждую серию. Да, да. Я не знаю, что тоже в откресении, я обещал сказать, что Нигма Тулин, тоже в Инстаграм. Я рекомендовал Озарк. Озарк, да. Но я начал смотреть тоже. Мне понравилось. Я смотрю две серии еще только. И я, кажется, что хороший сериал тоже. А из фильмов кто смотрел? Фильм я вообще не смотрел. Я думаю, в последний день только сериал смотрю. Но, слушай, у меня вот проблема с сериалами. Если я начну смотреть в 9 часов вечера или в 10 первую серию, я могу в 10 утра закончить первый сезон. Да. Я сейчас сериал не смотрю. Я нет, я не могу. Я максимум могу смотреть 1-2 серии, даже если он очень интересен. Но у меня сейчас получилось с каус-центр. Каус-центр я смотрю первый, второй, потом не могу остановить. Но было уже поздно. На следующий день я смотрел последний 2 серии, которые осталось. Тебе вообще тяжело психологически? У тебя случаются кризисы внутренние? Прям психуешься? Ну, нет, Кирилл. Нет, честно, нет. Я тебе говорю, я всегда любил сидеть дома. Знаешь, я так, ну, типа, нормально реагирую на эту ситуацию. Единственное, что я раньше тоже очень любил, это ходить в ресторан. Сейчас на это невозможно, да? Но я не так, я пока спокойно. Но надеюсь, что это ненадолго, потому что скоро я тоже буду уставшим. Слушай, ну, люди говорят, что до конца мая все это, может, будет, поэтому... Ты готов? Ну, да. Ну, готов. Готов. А ты в команде общаешься с кем больше остальных? Ну, нет. Честно, нет. Я очень часто с Боя, с Муриру, с Баква. Ну, да, такие дети. А Мурилла Фарфан же здесь, в Москве? Да, они здесь. А они что, решили остаться? Ну, они не успели. Да. Еще, да, не успели. Когда они летали в летах, уже не было самолет. Ну, они бы как Федя Смолов, в Private Jet и полетели. Ну, не все, если только один, как Федя Смолов. Ты себе какие-то цели поставил? Типа, до конца карантина я посмотрю 10 сериалов, до конца карантина я, не знаю, у меня будет 8 кубиков, до конца карантина я выучу и китайский. Ну, что это такое? Нет, у меня не было такой, какая-то цель. Вот, например, у меня вот есть вот... Моя цель – это держать форму. Я вот итальянский поставил себе цель, у меня пока не получается. У тебя такого нет. Нет, у меня цель – держать форму, чтобы, если футбол обращать, я буду готов. А если футбол не вернется в ближайшее время? Тогда, не знаю, надо... Тогда вино. Да, либо надо чуть-чуть, не знаю, отдыхать. Так не отдыхать сейчас, да? Но не по-настоящему. Слушай, ну, мне нравится твое состояние, потому что я вот в баре разговаривал, Дима такой, но он прям не знает, что делать категорически. А ты как-то психологически спокойней. Так, ты пропал. Нет, у тебя... Ну, Кирилл, а что делать, скажи мне? Что делать? Ну, от нас ничего не зависит, да. А если я буду расстрелывать, да, а что, зачем? Это еще хуже будет. Да, а что делать? Вот, да вот, я... Мой новый партнер... Это какая парада? Это жорст. Диспанская водная. Слушай, ну он как ход. Да. А ты купил, чтобы... Ты купил, чтобы гулять? Ну, да, чтобы гулять, веселиться. Он такой, и, как сказать же, активный. И... И все, я смотрю. Красиво. А покажи еще чей, покажи свои эти... Тренажеры. Тренажеры там внизу. У меня все. А тут у тебя велосипед, да? Да, у меня тут велосипед. Видишь? Ну, велосипед это так, больше как разминка-заминка просто же, да? Не, а мне только разминка. Ага. Здесь каминь вот. Видишь? Да. Брат, ну я тебе завидую, я в квартире сижу. Ха-ха-ха. Здесь, о, кухня. Я на это, да, готовый. А ты что готовишь? У меня хамон есть, смотри. Он же все. Это из Испании еще? Да. Слушай, а ты можешь, да? Я, потому что из Испании сейчас столько хамона привожу, а потом я его раздаю, потому что он в меня уже, ну, реально не лезет. Ну, какой-то тяжелый, я уже не могу. Хамону... Почему не лезет? Ну, не знаю, он вкусный для меня неделю, две, три. Потом я уже не могу. Не знаю. Да ладно, а я, ты видишь, ты, я приеду, что, когда, после сбора, смотри, еще есть мясо. Красота. Он спокойно потихоньше все. Красота. Я обожаю в хамон. А Жора уже в квартире ест, видишь? Жора. Жора. А Жора умный пес, он все делает как надо, на улице? Очень умный, очень. Очень умный. Я занимаюсь с ним раз, каждый понедельник, у нас кинологов. Слушай, Гиль, ну чего, больше не буду тебя мучать. Давай лучше скажи что-нибудь болельщикам. Потому что у тебя такой настрой, ну, как мне кажется, правильный, позитивный, что только с таким настроем реально можно всю эту тяжелую ситуацию как-то переступить. Вот попробуй достучаться до ребят, потому что у меня тоже многие, и друзья, и родственники уже, но всем тяжело, ну вот реально тяжело уже сидеть. Ну, конечно, ну, а что я могу говорить? Просто, типа, я знаю, что все скучают, да, по футболу, не только по футболу, но по своей, ну... Обычной жизни, да. И, ну, что я могу говорить, что все должны терпеть, потому что у нас сейчас сидеть очень сложно, да, ситуация. И чтобы все, так скажем, уважать то, что... Как скажи, Кирилл, типа, он что-то уважает на все, что они просто нам делают, типа. Ну, это социальная ответственность за каждого. Ответственность, да. Ответственность, реагируем на это все, потому что это очень серьезно. И эта ситуация такая, потому что, типа, иногда бывает, что никто не дает такой важности, потому что еще не, типа, не получилось, что я хочу отчасти, типа, не дает уважность, только когда случится с чем, кто мы любим, типа, близко. Ну, а так нам кажется, так кажется, что как будто это не с нами. Да, вот, вот так. Потому что у меня есть много знакомых в Бразилии, даже мой отец, я с ним каждый день разговариваю, и он мне так дает важность на это. Я разговариваю, с ним ругаюсь, и все, говорит, ты слышишь, ты что? Это серьезно, да. Мне молодое, это очень серьезно. И мне не дает важно, когда вокруг нас все хорошо. И только когда есть сущность, не знаю, дай богу, это никогда нам ничего не случится, но только когда есть сущность какой-то нашей близкой, и мы после этого нас дает важно, дает. Но не любить, что это случится, сразу должно это все сделать, потому что это очень серьезно. Гиль, ну, достаточно жестко, но честно, прямо. Действительно, чем мы слаженнее и ответственнее к этому подойдем, тем скорее все закончится, и мы вернемся к привычной жизни. Ну, конечно, да. И, боже, я уже, я спокойно реагирую на это все, но, конечно, я хочу возвращаться скорее к моей обычной жизни. Но, что делаю? Мне точно, потому что было бы знать все, что. Это все не вря. Если так случится, что так нужно. Я думаю, причина всегда есть. Может быть, через несколько лет мы будем знать, почему это случилось сейчас, да? И поэтому я должен терпеть эту ситуацию, и скоро все возвращаться, как не хотим. Ну, прямо сейчас важна не причина, да. Прямо сейчас важна наша реакция. Я не знаю никак найти причину. Почему? Все и спрашивают. Да, но может быть, через несколько лет, причина появится, я не знаю, почему это все случилось. А у тебя мысли и есть на данный момент? Потому что, типа, моя мнение, все, что проходит в нашей жизни, это не вря, всегда есть причина. И, типа, это судьбанцы, знаешь? Угу. И мне нужно принять это, и иди дальше. Вот так. Гиля, дорогой, пошел думать после твоих слов. Спасибо. Спасибо тебе большое за разговор. Давай, Сирил. Друзья, это был Маринато Гильермо, наш замечательный вратарь, который тоже на карантине сидит, занимается. В отличие от многих из нас, не сходит с ума и попытался нам передать свой позитивный настрой, за что мы Гиле благодарны. Гиля, спасибо большое еще раз. Пока. Пока, пока, брат. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok